Казелетину! Такой бой, такой бой редко увидишь, особенно в тяжелом весе, бескомпромиссный бой на встречном курсе. Посмотрите, эта история длиной в 10 лет, она сегодня завершается. И на самом деле даже не важно, кто этот бой выиграл, согласитесь? Саш, объявляй. Итак, уважаемые дамы и господа, по завершении этого красочного, потрясающего главного события обратимся к судейским запискам. Все трое судей были единодушны в своем решении 29-28. Таким образом, единогласным решением победу одержал Константин Кулухов! Решение это можно будет обсудить и оспорить, потом пересмотрев этот поединок. Миш, я дам тебе слово, я думаю, есть тебе что сказать. Я здесь, Миша, я здесь, я здесь. Для чего? Для чего? Для чего что? Что зачем, просто, миша? Что зачем? Смотрите, смотрите, смотрите. Ты мне сейчас знаешь вопрос, кто уиграл-то брать? Хорошо, вот смотри, Миша, стоп. Вот сейчас Миша говорит, что судейское решение зависит только от меня. Оно от меня не зависит. Если бы я был судей этого боя, я бы сказал 29-28, то бой был Губухов. Это мое мнение, но не мое решение. Потому что первый раз я считаю, что выиграл Газарев, а следующий два выиграл Костя. Еще раз, если это вопрос, Миша, я на него ответил. А так, здесь есть профессиональная бригада судейская. И если надо, объяснил его судья, пусть он поясняет, почему такое решение приняли. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Все. Друзья, в этой небольшой паузе хотим напомнить, что ставки на спорт лучше всего делать у наших партнеров из Бэтсити. У Бэтсити высокие коэффициенты, большой выбор спортивных событий и лучший бонус для новых игроков. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь и забирайте до 100 тысяч рублей. Помимо крутого бонуса, в мобильном приложении Бэтсити вас ждут тысячи спортивных трансляций. Все бегом в закрепленный комментарий. Все бегом в закрепленном комментарии. Я поаплодирую Михаилу за этот поединок. Действительно было круто, Миш. Я думаю, что сейчас, наверное, у тебя есть все-таки, знаешь, еще в мыслях, что вот если бы в первом раунде ты бы доработал, то все. И второй, и трех, и последний секунд заработал. Я не знаю почему так. Я думаю, что это было. Ладно, спасибо большое. Друзья, еще раз. Михаилу отдельные аплодисменты. И переходящие в аплодисменты победителю этого вечера, победителю главного боя. Костя, ну, завершается эта эпопея спустя 10 лет. Реванш. И ты победитель. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Всем ульянов. Я думаю, что твои болельщики больше всего переживали в первом раунде. Сейчас я скажу про раунды. Во-первых, я не дрался 5 лет по ММА. На то были обстоятельства, я не дрался. Я лечился проблемой с ковидом, как у всех. Потом я жил на Украине, оттуда выехал. Поэтому тут очень много всего плохого. Но хорошее, что я снова встаю. Мне просто не это нравится. Хоть мне и 43, но я чувствую себя на 30. Поэтому мне нравится драться. Мне нравится. Но сегодня весь день у меня мандраж, как у 15-летнего. Это хорошо, это моя жизнь. Теперь по бою. Первый раунд я проиграл. Признаю. Миша завалил. Хорошо попадал. Растек. Потом он устал. С моей точки зрения, потому что многовато. 110 для него многовато. Я так думаю, я не знаю. И он устал. Второй я взял. Третий был равный чуть-чуть в моей стороне. С конца он сбил, но это последняя минута. Четыре раунда я считал больше, попадал. Посмотрите на его лицо, живот много. Поэтому я выиграл. Но самое главное, что Миша принял мой бой. Он бил за со мной в стойке. Поэтому ему большой-большой респект, Миша. Что дальше будем делать? Подожди, вопрос. Вот, Кавел. Сейчас смотри, сейчас по горящим следам. Поэтому всегда можешь сказать, не надо подумать. Но так, если сейчас ты вернулся в ММА, да, хорошо вернулся, красиво. Помнишь, как говорили, неважно, кто выиграет. Ты или Миша, можно еще с Амаром подраться. Вот, как вариант. Так посмотри на него, плюс-минус, да? Самый, как говорят, прикол, что я старше Амара на 20 лет. Он мне в сыновья во внуки. Пускай Амар по этому поводу переживает. И ты же должен. Амар, что скажешь? Не, ну ты же сказал, что ты чувствуешь себя на 30. Значит, разница у нас 7 лет, а не 20. Можно проверить это все время. Ну, это будет серьезный вызов, потому что человек высокий, человек тяжелый. Мне надо немножко подготовиться. Ну, молодец, я уважаю молодой боец 23. Я в 23 года. Ну да, я стал чемпионат мира по гейкбоксингу, но это соперники там было не то. А сейчас, конечно... Костя, давай в себя приходишь, сейчас отдохнешь две недели. Да, два слова, два слова. Все знают сейчас ситуацию в стране. И я сам жил в Европе долгое время. Я жил на Украине, оттуда вырвался с началом СОО. Я целиком и полностью поддерживаю президента Российской Федерации Владимира Путина. И я считаю, что СОО это очень правильно. Ребята, все, кто на передовой, держитесь, мы с вами. Я там не могу быть по многим причинам. Я вообще гражданин другой страны. Но я очень хочу хотя бы чем-то вам помочь, хотя бы вот словами. Ребята, за Родину! Мы победим! Вот! Все. Что, расход, да? Давайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова